ЧВК «Вагнер» Меня зовут Марат Габидуллин. Я бывший наёмник из состава так называемой ЧВК «Вагнер». В этом интервью я ещё раз хотел бы рассказать о том, что из себя представляет это ЧВК «Вагнер», и поделиться своими соображениями по поводу событий этих двух лет войны. В прошлом я военный, я закончил военное училище рязанское военно-десантное. Прослужил в войсках после выпуска из военного училища пять лет. Но по бюрократической ошибке был уволен. В 2015 году я вступил в состав бригады наёмников под командованием Дмитрия Уткина «Вагнера». Ну, именно стремясь к тому, чтобы вернуться к профессиям своей. Что такое быть наёмником? Это легальная возможность убивать? Это у каждого свои представления об этом. Для меня это была возможность вернуться к своей детской мечте. Я мечтал быть военным, но в силу определённых обстоятельств. Я вышел из игры, можно так сказать, да, или оказался за бортом. А чем вы занимались до, вот после училища? Ну, после того, как меня уволили из вооружённых сил, вот я пытался каким-то образом устроиться на гражданке. Это были 90-е годы, сложные годы. Разгул преступности и прочие сопутствующие факторы переделу, перестройки в стране. У меня возникла конфликтная ситуация с представителем преступного мира. И в результате я застрелил положенца города. Ну, это преступный авторитет, представитель этой вот среды преступной. Я отсидел после того, как освободился. Длительное время работал начальник службы безопасности частной фирмы, компании, телохранитель. Потом был начальником личной охраны у одного из бизнесменов. Ну, все эти функции, они меня не очень устраивали. Мне, откровенно говоря, всё это не нравилось. И к 2015 году я подошёл в некотором таком разочаровании, чувствовал тупик, не знал, как распорядиться дальше своей жизнью. В 2015 году мне позвонил мой знакомый и сообщил мне, что в России появилась вот подобная структура военизированная. И я могу, у меня есть все шансы поступить. И моя судимость не будет иметь значения никакого. Когда вы вступали в «Вагнер» в 2015 году, какое вы имели представление про эту организацию? Да, откровенно говоря, весьма смутные представления. что такое, такой способ использования военной силы, что такое частная военная индустрия, тогда в России, ну, на всём постсоветском пространстве были довольно-таки приблизительные только лишь представления о том, что из себя могут, что это такое и с чем это едят. То есть вам было неважно, а просто хотелось реализовать себя? В общем-то, да. Какую вы проверку проходили, когда вас отбирали в «Вагнер»? По прибытию в лагерь базирования на полигон, военный полигон под Краснодаром, Молькино, назначаются определённые тесты, и проходишь собеседование, проходишь в том числе и проверку через детектор ружи на умения и навыки в военном деле, потом поверхностный медицинский осмотр, довольно поверхностный опрос и проверка физических данных. Насколько мне известно, физическую подготовку проходила большая часть людей, и в большинстве люди срезались на психологических тестах. Понимаете, вот на тот момент, 2015 год, когда вот только лишь происходило формирование именно бригады, когда все разроденные подразделения наёмников, они стягивались под единое руководство и формировались в одну структуру под командованием «Вагнера», вот на тот момент действовали довольно жёсткие правила отбора. Те, кто не укладывался в физические нормативы, тех отсеивали. Но, честно говоря, не всех всё равно находили пути лазейки, люди всё равно как-то каким-то образом, это же Россия, они всё равно умудрялись договариваться и их брали на работу. Но, тем не менее, такие нормы, такие требования, они действовали. На детекторе лжи, там по определённому алгоритму, предусмотренному в протоколе, задаются там определённые вопросы. Ну, какого типа это вопросы были? Вопросы, наводящие вопросы, если у тебя какие-то мысли по части возможной кражи оружия, боеприпасов и совершения каких-то преступных деяний с использованием этого оружия и боеприпасов. На тот момент, надо сказать, уже к 2015 году, на мой взгляд, по крайней мере, были отработаны определённые правила, которые не допускали кражу оружия, злоупотребления в сфере оборота боеприпасами. А вот когда вы вступали в «Вагнер», вы знали, что в России есть 359-я статья о том, что наёмничество в России запрещено, и за участие в войне в другой стране наёмнику грозит лишение свободы до 7 лет? Вот, знаете, вот именно эту часть уголовного кодекса, вот, она для меня была, честно говоря, неведома. Ну, я и не задумывался. Там всё очевидно было. Если ты пребываешь на территории военного полигона, если все сопутствующие факторы, которые определяют твою жизнедеятельность и нахождение здесь, они настраивают на то, что всё это не просто так, всё это санкционировано. Ты понимаешь, что на военном полигоне вот такое подобное формирование не может быть, не может существовать без разрешения сверху. И здесь уже не возникают никакие сомнения о том, что соответствует это законодательным нормам или не соответствует. Ты даже об этом не задумываешься. Так называемая ЧВК «Вагнер» на самом деле никогда не была частной военной компанией. Это аббревиатура ЧВК. Оно никакого отношения, по моему глубокому убеждению, не имеет к этой структуре. Почему? Потому что всем необходимым для ведения войны, для участия в боевых действиях эта структура, бригада наёмников «Вагнера» обеспечивалась из государственных арсеналов. Вообще этот проект — это плод совместных усилий корпорации «Пригожина» и Министерства обороны. Министерство обороны не только предоставляло территорию, не только предоставляло полигон и место расположения базового лагеря наёмников, оно ещё и обеспечивало эту бригаду вот всем — оружие, снаряжение, техника, боеприпасов. Всё шло со складов Министерства обороны. То есть у «Пригожина» не было конфликта с Путиным, с Министерством обороны? Просто-напросто тут нужно исходить из того, что, естественно, Министерство обороны, как государственный институт, не может предоставить все эти вещи какому-то военизированному формированию без указки сверху. Естественно, Министру обороны, всем государственным институтам, которые участвовали в этом проекте, распоряжения поступали с самого вверх, образно выражаясь, главным владельцем и единственным владельцем этой структуры был президент страны. Именно от него исходили эти указания. Цель создания этих формирований это было вот именно поддержание жизнеспособности этого проекта «Новороссия». Потому что теми возможностями, которые изначально были использованы для того, чтобы обеспечить военную составляющую этого проекта, этими возможностями квази-государства, эти были созданы как административные образования ЛНР, ДНР, они бы просто не могли противостоять украинским вооруженным силам даже в том виде, в котором украинские вооруженные силы на тот момент находились. Их бы просто смели. Эта проблема была бы решена еще на той стадии. не было, не существовало этих Луганских народных республик, Донецкой народной республики. Их обеспечили участием различных военных формирований. Ополчение, которое большей частью, кстати, состояло все-таки из граждан Российской Федерации. различными другими формированиями, там казачьих отрядов, которые тоже приходили с территории России, и их тоже обеспечивали оружием и боеприпасами, то же самое, фонды российские. Ну и плюс еще наемники. Но даже при всем этом, наличии вот этих вооруженных формирований, все равно украинские вооруженные силы на тот момент эту проблему бы решили. Они бы разгромили. они бы все равно вытеслили бы их за пределы государственной границы. И для того, чтобы все-таки в последний момент, когда уже российское руководство осознало, что и даже таким способом они не способны, не смогут удержать у власти тех людей, которые они назначили, даже таким способом, и продолжить жизнедеятельность вот этих вот луганских народных республик, тогда уже были введены на территорию Украины и регулярные части. Уже тогда, в 2014 году, по сути дела, Россия предприняла в таком ограниченном масштабе интервенцию на территорию Украины. Были введены регулярные части. Они тоже участвовали в боевых действиях. Ну, этот факт уже он давно доказан. Это уже ни для кого не секрет. Практически даже официально даже российской стороной они признали в какой-то мере. Существовали к этому времени какие-то территории, взятые под контроль администрации, созданные при содействии и непосредственном участии, и руководствами, политического руководства России. Но созданные под эгидой этого проекта так называемые ополтенческие формирования, они в силу низкой боевой готовности, боеспособности своей, они не могли противостоять вооруженным силам Украины. требовались какие-то дополнительные способы обеспечения военной составляющей этого проекта. По ходу возникла мысль, чтобы создать такие вот группы, небольшие отряды людей, имеющих реальный боевой опыт, обеспечить их всем необходимым для ведения боевых действий из государственных арсеналов. После того, как они были уже сформированы, организованы, их переправляли на территорию Луганской Народной Республики, ну, отчасти Донецкой Народной Республики, так называемой. По ходу ведения боевых действий Пригожин, который находился к этому времени в Луганске, он разглядел в таком способе использования военной силы какую-то перспективу для себя. Он разглядел в этом возможность формирования благоприятных условий для осуществления каких-то бизнес-проектов на территориях с нестабильным политическим климатом. И он перетянул на себя кураторство единоличное над этим проектом. Их там нет под условным названием. И добился для себя полномочий единоначальника этого направления. Первая ваша командировка это был Луганск? Ну я вступил в состав ЧВК Вагнер в апреле 2015 года. К этому времени боевые действия активные прекратились. Вы знали про аннексию Крыма, про то, что началась война в 2014 году. Знаете, это все каково было мое личное восприятие. На тот момент я, как и любой среднестатистический россиянин, у меня голова была забита этой пропагандой. Я не сильно тогда отличался от этого остальных. Я также считал, что существует такая угроза непосредственно со стороны таких вот настроенных агрессивно по отношению к русскоязычному населению Донбасса, центрального правительства Украины. У меня тоже в голове тоже засели эти мыслишки по поводу того, что якобы действительно там существуют какие-то признаки наличия какого-то сильного такого националистического движения на территории Украины направлено на то, чтобы подвергнуть жесточайшему притеснению и практически устроить какой-то геноцид русскоязычного населения. Ну, да, я такой был. Действительно. первая командировка в составе ЧВК Вагнер у меня была именно на территорию Луганской Народной Республики. Это был июль-август 2015 года. Боевые действия уже прекратились активные, да, там уже были заключены минские договоренности, но тем не менее уже полностью оформившуюся сформированную бригаду Вагнера на тот момент под единым командованием Уткина перебросили в Луганск и я участвовал в этой миссии. Вот, мы прибыли туда и я уже получил возможность непосредственно на месте ознакомиться с ситуацией и познать, что из себя представляет вот эта вот Луганская Народная Республика. И надо сказать, за два месяца пребывания в этой территории у меня сформировалось такое осознание, что а пропаганда-то оказывается врет все, мои собственные наблюдения и выводы они меня натолкнули на то, что картина, которую рисует российская пропаганда, она не соответствует действительности. Что я видел там? Во-первых, когда мы находились на линии соприкосновения некоторое время там вели наблюдение за той страной на наблюдательном пункте, где, например, видел, что территория, занятая украинскими вооруженными силами, та сторона, она постоянно подвергалась артиллерийскому обстрелу. Абсолютно не спровоцированно. Там постоянно что-то горело и взрывалось. А вот на нашей стороне как-то все было спокойно. Не прилетали снаряды. То есть, ну, я не видел какого-то воздействия с украинской стороны. Формирование вот наемников, отряды, группы постоянно переходили эту разграничительную линию и совершали налеты, устраивали засады. Вот. То есть, они буквально терзали оборону украинских вооруженных сил абсолютно не спровоцированно. На нас не обладали. Я такого, по крайней мере, не припомню, чтобы на нас кто-то напал. Много говорили о том, что, ой, действует множество диверсионно-разведательных групп украинских вооруженных сил, но я так и не почувствовал этого воздействия. А вот то, что группы наемников постоянно переходили эту линию и совершали нападения на украинские вооруженные силы, это мне было известно доподлинно. Как вы вели себя по отношению к гражданским? Мы вот находились в деревеньке в одной, сейчас я уже не припомню ее название, это недалеко от Славяно-Сербска. Вот. Деревенка, она не то, чтобы наполовину, она на три четверти брошенная. Буквально три четверти домов пустовали. То есть людей очень мало в населенных пунктах проживало. Это один из результатов возникновения этих вот образований Луганской народной республики. очень много людей уехало. Совсем необязательно, что они уезжали в Россию. Нет, абсолютно не так. Я тоже по расспросам я узнал, что тут было 50 на 50. Половина все-таки может быть даже большая часть уезжала в противоположную сторону, на запад. Они не хотели жить в этой Луганской народной республике, потому что, как я потом для себя решил, в самой Луганской народной республике слово народное только в названии. Лично я пришел к выводу, что это своеобразная военная хунта, где власть получили всякого рода неудачники, которые получили доступ к оружию. Вооружились такие красногвардейцы революционной поры, нашей с вами современности. Люди, которые к этому времени проживали в Луганске, они находились в состоянии под влиянием такого стокгольмского синдрома. Вы конкретно что делали в Луганской области? Тут вот я начал свою карьеру, если можно так сказать, в составе ЧВК Вагнер в подразделении под условным названием интернациональный взвод. Почему интернациональный? Потому что среди нас было в этот момент 9 сербов. Этнические сербы это граждане или сербии и Босния и Герцоговин. Они под лидерством одного человека, который был командиром этого взвода, Давыр Савичев, который сейчас на той стороне со стороны России участвует в этой войне. Своеобразное формирование создано под патронажем одного из руководителей ЧВК Вагнера по Зубову Седой. С какой целью, я даже так и не понял. Командир взвода, Давыр Савичев, он все делал для того, чтобы не рисковать и не участвовать в никаких подобных мероприятиях, уклониться от того, чтобы непосредственно быть задействованным в подобных акциях. Переходить на ту сторону, совершать налеты, нападения на украинские вооруженные силы по натуре своими, это законченный негодяй, к тому же трусливый негодяй. Но надо сказать, я в какой-то степени даже ему благодарен за это. Именно в результате его такой продуманности мне не пришлось участвовать ни в каких боевых действиях, ни в каких боестолкновениях с украинскими вооруженными силами. В этом смысле у меня совесть чиста. За все время этой командировки я не произвел ни одного выстрела. И у меня не было повода для этого. Вагнер в Сирии это возможность скрыть реальное количество потерь российских военных. Ну у наемников в Сирии было две основные задачи. Это первое достижение военной победы, то есть уничтожение боевого потенциала формирования ИГИЛ. и скрыть истину цифру истинных потерь российской стороны в этой войне. Данные о потерях среди наемников они не включались в официальную сводку. Если допустим сейчас я уже не могу назвать точную цифру по-моему если мне не изменяет память на тот период когда согласно официальным данным в Сирии погибло что-то около 137 военнослужащих вооруженных сил России на тот момент это конец начала 2018 года погибло около 400 наемников только наемников то есть ну а в самой России такая преподносилась такая красивая картинка что вот эта концепция которую продвигали генералы война мало кровью она себя оправдала мы достигли своих целей и в общем-то с минимальными потерями а если бы еще не вот эта злочастная катастрофа авиакатастрофа то еще и было и меньше потерь вот то есть боевых потерь практически ну сведены к минимальной цифре но на самом деле боевых потерь было гораздо больше просто наемники они как бы их присутствие там не афишировалось их там нет ну это же хитрый план Путина сделать так что россиян нет на разных территориях где проходят конфликты да да это вот такая вот стратегия в этой войне наемники они выполнили всю грязную работу связанную с ведением боевых действий с участием в этой войне все их заслуги были присвоены вооруженными силами якобы это они вот их усилиями вооруженных сил была достигнута победа ну не только они не только вооруженными силами россии то есть официальная сводка официальная установка таким образом освещались эти события то есть героически героическая сирийская армия под руководством башара расада и при содействии российских вооруженных сил одержала победу и разгромила ИГИЛ вот какое содействие со стороны российских вооруженных сил это авиаудары это поддержка артиллерии ну и группами сил специальных операций ну а наземную фазу в основном осуществляли героические вооруженные силы под руководством башара расада то есть сирийские вооруженные силы на самом деле основную тяжесть этой войны основные я просто убежден в этом вот основную нагрузку боевых действий на себе вытащили вынесли именно российские наемники они можно сказать сломали хребет вот этому зверю под названием ИГИЛ авиаудары и артиллерийская подготовка они сами по себе они не решают все проблемы потому что необходимо еще проведение наземной операции для захвата территорий для захвата опорных пунктов противникам для осуществления контроля за территориями сирийская армия что она из себя представляет или представляла я уверен что она в прежнем состоянии находится потому что те же самые люди которые управляли политической власти находились в Сирии они те же самые люди они находят и сейчас пребывают в руководстве и правительством и вооруженными силами да сирийская армия это жесточайшая коррупция злоупотребление пренебрежительное отношение к солдатам вот и это такое феодальное войско вот где начальник наделен правом грабить и существуют такие вот отношения что значит вообще вооруженные силы они как бы имеют ну не предусмотренное конечно законодательством не написанное бумаги но имеют полномочия грабить те территории на которых они находятся и которые ну якобы освобождают на самом деле это больше было больше похоже было на захват этих территорий вот и они вполне так руководство их закрывало глаза и умышлен ну почему потому что они в этом сами были заинтересованы практически с разрешения с позволения да и можно сказать с приказа свое руководство они просто-напросто обчищали эти территории и там все делилось и делится вот по пропорциям такое-то количество такой-то процент это отходит в обязательном порядке высшему командованию вот такой-то процент средние командиры получают ну и то что там остается рядовому составу ну вот мы же видели в Украине Мариуполь Киевскую область разве Вагнер в Сирии не мародерствовали Вагнеры нет для нас это не было свойством во-первых и не за не за чем это было делать никакого смысла ну что мы вот это вот куда мы все это денем но и были определенные строгие нормы ну то есть то что вы сейчас говорите применимо ровным счетом к российской армии ну я не участвовал в этой войне я ее эту войну наблюдаю только лишь со средствами информации вот да я много читал много видел но это печальное явление конечно но это очень сильно напоминает действительно вот вот манеру ведения так сказать участия в войне сирийских вооруженных сил вот это мародерство посредством этих транспортной компании отправляли домой там бытовую технику вывезенную из территории захваченной российскими вооруженными силами в 2017 году меня ну поскольку поскольку я уже на тот момент не был состоянии участвовать непосредственно в боевых действиях в составе боевых подразделений из-за ранения тяжелого которое я получил в 2016 году под Пальмирой вот и в силу определенных там жизненных обстоятельств мне предложили должность начальника отдела кадров который мне позвонил он обрисовал ее сейчас я попробую вспомнить дословно помощник по тактической обстановке в центральном офисе у первого я согласился и по уже указанным ориентирам выехал в Санкт-Петербург и начал работать в центральном офисе корпорации помощником Пригожина по тактической обстановке 4 месяца там находился на тот момент когда он был находился на месте я практически каждый день его увидел потому что день начинался у меня с доклада я наносил тактическую обстановку на карту потом ознакомливался докладами начальника штаба группировки наемников в Сирии где он отражал ход боевых действий тогда на тот момент разворачивалась операция развивалась операция на таком активной фазе освобождения Дорзора утром по вызову я приходил в указанное помещение в одной из совещательных комнат и разворачивал там карту на столе заходил непосредственно сам Пригожин для него ему нужна была визуальная картинка в принципе он этой обстановкой владел сам в полной мере потому что он ну он всегда мог связаться с начальником штаба и с командиром группировки ну подробно знал эту обстановку но я ему представлял визуальную картинку Пригожин он надо сказать он конечно проводник таких тоталитарных способов правления управления бизнесом которые основаны на жестком подчинении и такой вот жесткой дисциплине не церемонился он с людьми его там все было построено на страхе его реально боялись там когда он переступал порог офиса я думаю там большая часть сотрудников этого офиса начала так сразу приходила в такое состояние трепета мелкой дрожи это что касается сотрудников которые условно которых можно присутствовать к граждан к штату который относился к не к военному формированию не к тому отделу который руководил именно ЧВК ну и в нашем отделе у нас было несколько человек включая даже того кто условно нами руководил это Седой включая даже его тоже люди ожидая вызова заметно нервничали такие флюиды страхом они витали в атмосфере этого офиса это было очень занимательно наблюдать со стороны когда то все тот же Седой ходит по коридору весь волнением как сейчас пройдет это рандеву с первым а у вас какие были чувства да нет я вам честно скажу я я наверное потому и отмечал все эти детали потому что сам я не боялся да он по отношению ко мне в общем-то никогда и не припомню чтобы он проявлял какое-то вот ну такое агрессивное какое-то пренебрежение не унижал и как долго вы проработали у Пригожина я в офисе проработал 4 месяца и сам отпросился потому что это был все-таки офис а я не офисный работник я больше расположен другого рода деятельности офис это не для меня освободил весь должен старшего советника батальона охотники за ИГИЛ в Севиль это ЧВК сирийская которая была создана Пригожиным с определенной целью выполняли они определенные функции укомплектовывалась она только лишь сирийцами на месте и назначался вот такой куратор вот структуры ЧВК важно я предложил свою кандидатуру ну одобрили и я весь 2018 год проработал в этой должности там в Севере находился ну и вот именно в 2018 году под влиянием таких последовательных событий у меня сформировалась четко установка на то что моя миссия в составе этого формирования подходит к концу все мне уже там делать нечего вот ну надо сказать и сама система как таковая она меня уже как бы сама отвергала свою книгу я начал писать сразу после госпиталя как выписывался из госпиталя после ранения в 2016 году под Пальмирой у меня очень тяжелое ранение было я неделю в коме пролежал потом еще мне предстояло еще две операции мне делали сначала я ходил там с колостомой потом эту колостому убирали зашивали но долгая история мне нужно было долго-долго восстанавливаться после этого ранения в 2017 году когда я уже пришел в офис работать Пригожину она была готова она уже была завершена на основе материала своих личных впечатлений того что я сам лично видел и чему я был участником я составил текст этот и дал почитать Пригожину Пригожин был практически первый читатель полного полного объема этой рукописи но он одобрил он говорит надо издать но в 22 году я вот до сих пор еще как-то вспоминаю этот момент задаюсь вопросом а почему в 22 году он что-то знал он что-то предвидел в 22 году действительно созрели все условия для того чтобы можно было эту книгу издать уже с лета 2022 года она в какой-то мере уже как-то соответствовала повестке ну то есть как так получилось что Пригожин советовал издать книгу в 22 году начинается полномасштабное вторжение и как раз из-за того что вы рассказываете правду вам приходится переехать в другую страну он не советовал он практически распорядился он так решил не раньше 22 года а я после того как уволился уже где-то в 20 году да в 20 году я уже как-то постоянно дорабатывая эту рукопись пришел к выводу что нужно все-таки создать тут надо сразу сказать о причинах которые побудили меня написать эту книгу да во-первых я хотел россиянам прежде в очередь донести эту мысль что наемники это не есть порождение загнивающего запада враждебного запада да это не есть порождение какого-то западного империализма мы сами используем этих наемников и причем в таких масштабах и такими способами о которых даже еще и на западе не додумались ну на западе еще не дошли о том чтобы использовать наемников параллельно с национальными вооруженными силами даже если мы возьмем для примера экзекьютив аутхонс которая вот именно таким способом использовалась но они же воевали на тех территориях где не было национальных вооруженных сил ЮАР допустим или натовскими каких-то формированиями ну я не ходила в натов но тем не менее они не воевали параллельно с вооруженными силами национальными своими национальными а Россия вот она прибегла к такой помощи то есть во-первых я хотел об этом сказать и во-вторых я хотел рассказать правду о этой сирийской войне я хотел сказать что Башарас не такой уж хороший парень ну вернее он вообще никакой он пустое место он ничего не решает руководит ситуациями там в Сирии это клика вокруг него которая сгруппировалась она еще была сформирована отцом он в общем-то его как номинальная фигура на которую можно в случае чего мне свалить все то есть Башарас это не такой уж хороший парень а его вооруженные силы это большая банда мародеров вот это я хотел еще донести но в 20-м году когда я первый раз хотел ее издать тут сразу же уже гонцы из службы безопасности прилетели начальник сам службы безопасности приехал чувака именно чувака ну то есть и как-то поднаехали на меня так капитально и на издателя ну а ко мне ну нашли такой как бы подход удачный начали давить на слабину там если ты сейчас издашь эту книгу значит разгонят вообще ЧВК люди останутся без работы из госпиталей повыпишивают наших раненых не будут давать правительственные награды все все будет полная катастрофа ну я как-то повелся думаю на тот момент как-то поверил в это но потом только пришел к выводу что ничего бы этого не было понятное дело просто у них была установка ни в коем случае не допустим тем бы сверху прилетело бы да им и прилетело сверху потому что перед публикацией этой книги я дал интервью в Медузу да и естественно они по фактам изложенным в этом интервью должны были по правилам обратиться к представителям власти и они задали вопрос там Пескову на каком-то брифинге все он там сразу отнекивается ничего не знаю никаких ЧВК у нас нету никаких наемников мы не используем ну естественно им сразу прилетело по голове вы что там допустили чтобы у вас сейчас книги начали издавать про эту структуру ну все и тогда как бы отложился на год 2022 год полномасштабное вторжение России в Украину вам тоже предлагали участвовать в составе другого ЧВК но вы отказались в 2021 году один из моих знакомых который имеет отношение вот к созданию этого нового ну так называемого ЧВК но тоже не ЧВК но она тоже создавалась под эгитой государственным институтом ну практически создавалась она главным разведывательным управлением вот и под патронажем главного разведывательного управления вот он мне предложил вступить в состав этого формирования первоначально еще когда не совсем было очевидно для чего оно создавалось и каково будет направление деятельности его я как бы согласился вот высказал согласие но как только выяснилось что они после проведения всех организационных мероприятий и после проведения уже какой-то первоначальной боевой подготовки будут переброшены на территорию Украины я отказался для меня недопустимо участие в боевых действиях на территории Украины конечно я до самого последнего момента вот до самого вот этого 24 февраля я не верил что такое возможно я отвергал всякую мысль о том что руководство России настолько обезумит что решится на полномасштабное такое вот вторжение и захватническую войну против Украины и для меня было очевидно что это катастрофа это величайшее бедствие эта война обернется не только неисчислимыми бедствиями для Украины эта война станет и для России очень тяжелым испытанием и она не нужна России если бы российское руководство мыслило бы категориями здравого рационального мышления то она никогда бы не пошла не пошло бы на эту авантюру они просто напросто оторвались от реалий в начале полномасштабного вторжения вы находились в России в Москве да я находился на этот момент в России в Москве ну и 24 февраля проснувшись я вот из новостей узнал о том что началось то что российское руководство и пропаганда российская по указке сверху опять же назвала специальной военной операцией примерно через месяц да прошло чуть больше месяца и я покинул территорию России выехал в течение этого месяца разругался буквально со всеми своими друзьями приятелями ну не сказать что со всеми вот там до сих пор еще у меня остались контакты связи с людьми которые не потеряли разум которые сохраняют несмотря на всю эту окружающую обстановку на ту среду в которой они оказались они сохраняют способность к здравому осмышлению осмыслению действительности большая часть она такое впечатление что моментально как бы вдруг такое впечатление что обезумели я не перестаю удивляться тому насколько люди подвержены пропаганде насколько они не способны к критическому осмыслению того что той информации которая поступает к ним из доступных источников из доступных даже из 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 пропагандистских ресурсов и источников можно вычленить такую информацию для того чтобы составить для себя более-менее какую-то реальную картину мира но они как-то потеряли вдруг разум эту способность там это ну все это можно разглядеть сделать для себя определенные выводы не в пользу того нарратива который навязывается официальной пропагандой ну начнем сдалека да с дальних подступов дико убежденность в том что агрессивный блок НАТО они готовятся к нападению на Россию и вообще Европа и весь запад они просто ночами не спят измучились бедолаги все строят какие-то планы захвата территории захвата месторождения захвата природных ресурсов страны и порабощением всего населения мы в общем-то с детства привыкли привыкали нам навязывают эту установку смотреть на весь окружение внешний мир через амбразуру это у нас детство и нам с детства капает мозг о том что западный он он всегда во все времена именно к этому стремился он запад хотел заполучить наши территории наше месторождение а нас превратить вот в такой вот слуг ребята ваша же пропаганда издевательски преподносят вам состояние вооруженных сил западной Европы они находят в этом повод посмеяться к началу этого полумасштабного вторжения на территорию Украины Европа не была готова к войне она не готовилась к этой войне и об этом говорит также и официальная пропаганда российская там выяснилось что допустим танки которые Германия собиралась поставить в Украину они требуют ремонта их их какое-то время приводили в состояние боевой готовности то есть это характеризует состояние положения дел вооруженных сил Германии пропаганда над этим смеется ну а вы то должны сделать из этого вывод что вооруженные силы той же самой Германии они утратили свою былую боеспособность именно вследствие того что Германия не готовилась к никакой войне и это же самое характерно и для других стран Европы то есть НАТО находилось в таком состоянии в котором они не желали какого-то военного конфликта что из себя представляет этот блок НАТО это вообще-то НАТО это оборонительный союз который предполагает обязательством выступить на стороне страны которая подверглась агрессии если на одну из стран НАТО нападает кто-либо они совместными усилиями отражают эту агрессию мало кто вообще хочет разобраться в этой сути ну и как я уже сказал несмотря на то что даже официальная пропаганда достаточную информацию для размышления предоставляет они из этой информации извлекают только лишь повод для того чтобы постебаться над западом мало кто делает выводы что на всяком случае если такое вот состояние вооруженных сил такое состояние техники вооружения оно не предполагает наличие каких-то агрессивных планов а что касается Украины опять же там тоже живут вплоть до того что Украина готовилась напасть на Россию и Украина выступает как какой-то такой передовой отряд вот этих агрессивных устремлениями направленных против России но ребята вы хотя бы обратите внимание на ход ведения боевых действий буквально в считанные дни российские войска достигли Херсона буквально вот на следующий день уже там ну что там время подходом колонны да и уже там через два через три дня начались активные боевые действия в пригороде Киева и только лишь на восточном да ну со стороны России на западном фронте со стороны Украины на восточном фронте только здесь как бы продвижение российских вооруженных сил сил вторжения было задержано из-за наличия оборонительных сооружений опять же оборонительных сооружений с помощью оборонительных сооружений не наступают они нужны для того чтобы обороняться то есть неужели вам непонятно что Украина не готовилась нападать на Россию если бы она готовилась нападать на Россию она бы позаботилась о том чтобы были прикрыты южное направление северное направление чтобы не допустить фланговых ударов чтобы не допустить того чтобы чтобы российские вооруженные силы зашли на территорию Украины и отсекли предполагаемую группировку вторжения уже со стороны украинских вооруженных сил. То есть нужно исходить из состояния военно-провышленного комплекса Украины, из состояния, в общем, из количественного состава, из состояния вооруженных сил. Неужели вам не очевидно, что при таком промышленном потенциале, при таком ВПК не готовятся к войне? Вот сейчас, насколько мне известно, Украина испытывает определенные трудности к тому, не то чтобы производить массово танки, орудия и все остальное. Она, насколько мне известно, Украина испытывает определенные трудности в ремонте техники и вооружения, которые были повреждены в ходе боевых действий. Промышленный потенциал самого ВПК Украины в таком состоянии, которое не предполагает наличие каких-то агрессивных устремлений. Но так не готовятся к войне. У них еще, у различных зет-патриотов, которые имеют весьма смутные представления о военном деле, они цепляются постоянно за то, что «А вот были же дживелины? А вот дживелины поставляли?» Ребята, а что такое дживелин? Вы вообще хотя бы удосужились бы поинтересоваться. Вообще-то этот тип вооружения не относится к наступательным. С помощью дживелина обороняются средством борьбы с танками. Вот танк – наступательное вооружение. А дживелин – это уже не очень наступательное вооружение. Все знают, все признают этот факт, что помощь, военная помощь от Запада, она начала поступать активно только лишь после начала этой войны. Все об этом знают. Но и тут же в один голос кричат, что «Вот НАТО, вот вам, смотрите, прямое доказательство агрессивных устремлений НАТО». Так, ребята, так после начала войны только начало это вооружение поступать в Украину. После начала. Это ленд-лиз. Никто это вооружение на территорию Украины не поставлял до того момента, пока Россия не напала на Украину. Естественно, значит, формирование так называемого ЧВК «Вагнер», я так и буду говорить, настаиваю все-таки, что частной военной кампании никогда не было. Естественно, они не могли уклониться от участия в этих боевых действиях. Пригожин в свое время заявлял о том, что он по какой-то личной инициативе, по какому-то позыву души и сердца, он изъявил желание. И вот, значит, первые отряды наемников, они чуть ли не по личной инициативе приняли участие в этих боевых действиях на начальном этапе. Ну, это, конечно, он лукавен. Лукавен, вернее. Увернуться от участия в этой войне при всем своем желании он не мог, потому что истинным владельцем этой структуры был не он. Там всем всегда управлял президент страны. В ходе боевых действий, вследствие того, что для этой структуры военной была поставлена определенная задача, требующая привлечения дополнительных и материальных, и людских ресурсов, значит, эта структура разрослась. И здесь президент страны как-то упустил из-под собственного контроля, ну, вынужденно, потому что обстоятельства его составили, он упустил вопрос бесконтрольного разрастания вот этой структуры по своему составу, вооруженности, по потенциалу, вот это формирование соответствовало уже общевойсковому армейскому корпусу. Вот. Он тут упустил из-под контроля эту ситуацию. А, как я уже сказал, это было вынужденно, потому что, как только начались боевые действия, выяснилось вдруг, неожиданно, да, хотя это уже всем нормальным людям, которые здраво оцеливали ситуацию и знали на самом деле, в каком состоянии находятся вооруженные силы, всем нормальным людям было ясно, что эта армия не готова к войне. Она не способна выполнять вот эти вот задачи по инициативе в том числе и Пригожиным, при участии той части генералитета, которую он уже к этому времени успел как бы сделать своими союзниками. Ну, Суровикина он, грубо выражаясь, прикрутил еще в Сирию, взял на крючок. Все, они разработали вот эту вот бахмутскую операцию, как они потом ее обозначили, бахмутская мясорубка. Основная задача, основной замысел какой был, это постоянными, непрекращающимися, атакующими действиями воздействовать на оборону на одном участке фронта с той целью, чтобы привлечь как можно больше сил украинских вооруженных, украинской армии и не допустить активных действий на других участках этого фронта, то есть отвлечь эти силы и продавливать оборону. И тем самым предоставить возможность армии России прийти в себя, перегруппироваться, подготовить мобилизационный ресурс, резерв, который был к этому времени призван, вооруженные силы, да, и выстроить линию обороны. Основная задача была, в этом состояла. И когда уже операция, это продвижение вперед, ну, достигла своей конечной точки, конечного рубежа, который предполагался, к этому времени и вооруженные силы России немножко так пришли в себя, оклемались, да, подготовили уже резерв, подтянули этот резерв, произвели ротации, какие-то замены, перегруппировки. Ну и оборонительная линия была к этому времени уже готова. И оборонительная линия, она составила уже очень серьезную проблему, да, для украинских вооруженных сил при попытке контрнаступления летом. А вы знаете о количестве потерь среди Вагнера в российско-украинской войне? Да, даже сам Пригожин как-то обмолвился мне. Потери в составе ЧВК Вагнера на тот момент были огромные. Он называл цифру от 20 до 30 тысяч. Допустим, кладбище в мемориальном центре, которое было в свое время еще, когда я там находился, которое было построено в Горячем ключе. На тот момент это была огороженная территория забором и, ну, такой церквушка. На этой территории там не производились захоронения. А по окончанию Бахмутской мясорубки не только эта территория, они уже запросили дополнительные участки для производства захоронения. А там хоронили только лишь невостребованные трупы. Тех, кого не знали, кому куда отправлять. Это в основном были зэки, завербованные в местах заключения. Тогда, когда осуществлялась эта операция, Бахмутская мясорубка, всем было понятно, что она сама по себе потребует привлечения большого количества людей. Нужно было где-то изыскать ресурс. Никто к тому времени Пригожину не подпускал к мобилизационному ресурсу. Почему? Потому что утратится весь смысл в этой самой задумке. Она, Бахмутская мясорубка, и задумывала для того, чтобы подготовить этот мобилизационный ресурс. Естественно, никто не собирался этих мобилизованных, которых только без подготовки передавать сразу в распоряжение Пригожина. Но ему предоставили, вот, пожалуйста, беспрепятственный доступ в учреждения. Скажите, какая у вас информация? Я брала интервью у бойцов Вагнер из бывших заключенных, и все они говорили, что им не платили зарплаты, что не было обещанного вот этого белого листа. Это они говорили, потому что... Нет, я думаю, все это не соответствует действительности, реалиям. Тут нужно прежде всего исходить из личности самого Пригожина. Пригожин относился к наемникам, к своим, как к какому-то инструменту. И при этом заботился о том, чтобы этот инструмент был в исправном состоянии. Отлажена была система честного, полного расчета, за этим следили. Очень строго. То есть то, что предусмотрено по контракту, вот это вот основное тело, зарплата, так называемая. Вот с премиальным фондом там постоянно были какие-то злоупотребления, постоянно какие-то мошеннические схемы там проворачивались внутри этой структуры. Там кого-то постоянно ловили за руку, кого-то наказывали за это. Но все равно этот круг порочный, он постоянно там вращался. Да, с премиальным фондом там всегда были проблемы. А вот что касается самого контракта, четко обозначенные цифры, там все, все выплаты производились в полной степени, в полной мере и своевременно. И все выплаты предусмотренные по ранению, по смерти, вот выплаты родственникам. За этом следили отдельно назначенные люди в составе служб безопасности и в составе центрального офиса. Когда я работал в центральном офисе, я знаю, вот были два человека, которые, значит, предоставляя подробную отчетность, они развозили деньги семьям погибших сотрудников и даже по указанию самого Пригожина разрешали какие-то проблемы этих семей. Думаю, все, большей частью это все наговоры. И потом, это уже установлены факты, действительно, полгода эти кашники согласно предварительной договоренности с контрактом, они находились в составе боевых подразделений, в районе боевых действий. Все, и через полгода они возвращались к себе уже там домой, да, и имея уже на руках необходимые документы, в которых, ну, документы, постановления о предоставлении амнистии. Что касается участия в боевых действиях ЧВК «Вагнер» в этой войне, не было проявлений насилия к мирному населению и преступления санкционированных сверху от руководства самого от Пригожина, от Уткина, от всех, кто руководил этим формированием наемников. Санкционированных не было. Почему? Потому что я сейчас объясню, что тут нужно исходить из того, не потому, что Пригожин такой хороший парень, не потому, что они все такие вот вправедники. Нет, не поэтому. Потому что именно надо помнить о том, что Пригожин как себя позиционировал. Он позиционировал себя как освободитель и защитник этого русскоязычного населения Донбасса. Естественно, если бы он дал добро, если бы он отдавал какие-то указания соответствующие, если бы он санкционировал эти преступные действия, то он тем самым просто-напросто сам себе выстрелил бы в ногу. А он готовился к тому времени к продолжению своей активности, в том числе и уже в политическом пространстве. Но это как-то не соответствовало бы тому образом, который он формирует из себя. Нет, но другое дело, что все равно это происходило. Другое дело, что действительно на войне без этого не обходятся, а тем более нужно помнить о том, что за контингент. Большое количество зэков естественно занимались мародерством. Вот в 2017 году в интернете же появилось видео, на котором четверо человек жестоко избивают пятого кувалдой. Как раз кувалда это как уже символ Вагнера. Потом были видео там, где нашим военным и отрезали гениталии, и тоже их жестоко избивали. Давайте по порядку. Давайте по порядку с этого инцидента, который произошел в 2017 году в районе нефтяного поля Аль-Шаир. Да, четверо подонков, да, согласен, подонки, извращенцы, ну, просто взбесившиеся какие-то окончательно как бы взбесившиеся садисты. Вот. Они убили, забили кувалдой сирийского ополченца, дезертира. Мне из достоверных источников известно, потому что я на тот момент работал в офисе, вот, ну, и потом я еще продолжил работу в ЧВК Вагнер. Весь 18-й год еще я работал. Мне известно, что это был такой единственный, как бы доказанный, естественно, вот они, все факты на лицо представлены в видеозапись, факт ошибочного применения устрашения по отношению к противнику. На тот момент этого дезертира посчитали за игиловца. Они думали, что это игиловец. Кстати, когда узнали, что это не игиловец, а это ополченец, то сами перепугались и начали там, ну, да, вообще это не просто с позволения, с попустительства, а даже по указанию самого Вагнера, да, я это знаю. Вот именно так он сказал, вот рассерзайте его, забейте его и снимите это все на камеру, распространим эту запись в ней, пусть знают, пусть боятся нас. Вот, а потом, когда выяснилось, что это не игиловец, а это ополченец, они сразу начали друг на друга там сваливать вину в попытках этого, для того, чтобы, значит, от, как бы, от этого дела отречься. Но, опять же, это единственный. Что касается характера боевых действий, на тот момент в Сирию, мы освобождали пустые населенные пункты. Пальмира, Акербат, там, Эссухне, и дальше, которые населенные пункты в сторону Дерзора, они все были пустые. Мирные жители, местные, они покинули эти города еще в самом начале 2015, 2014-2015 году, когда это, значит, образовывалось вот это вот исламское государство, когда первые формирования исламистов достигли этих территорий и начали брать их под контроль. Все эти россказни, разговоры по поводу того, что вагнеровцы в Сирийской войне они обогрили свои руки кровью нервных жителей, это все пустые наговоры. Ну, я честно скажу, вот такое у меня обоснование. Ну, в Чечне была кувалда, в Сирии вот кувалда, в Российско-Украинской войне кувалда. потом, дальше... Обрезание гениталий, да, я помню. Потом сведерство Улдарова «ГУЛАГу нет». Цитата то, что... Ну, да, ну, давайте, давайте, Уварова. Была зачистка. А вы всерьез вообще? Вы как? Вот его заявление этого Уварова всерьез воспринимаете? Он за все время вот этих вот этих стримов, или как можно их назвать, за все время вот этих вот онлайн-связей он из состояния алкогольного опьянения не выходил. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, надо помнить о том, что он человек уже, который еще до момента прихода в чувака и до того момента, как он начал воевать, он уже человек с искаженной психикой. Он заключенный. Там уже само по себе, у него с головой непорядок. А все повествование его и второго, я уже не помню его фамилию, вот я лично слушал, у меня такое впечатление создавало, что они пересказывают какие-то ночные кошмары. Вот. Там такие не связанные друг с другом какие-то эпизоды. Вот. но лично у меня доверия к этим так называемым свидетельствам нет никакого. Ну, мне достаточно того, что мы видели в Буче, в Изюме, в Мариуполе, чтобы поверить в то, что российские военные мрадерствуют, совершают преступления. Преступления совершали. Здесь нет никаких сомнений, естественно, для этого достаточно свидетельств. Ну, тут, правда, нужно заметить, что на киевском направлении ЧВК Вагнер не действовало. Вы оправдываете все-таки? Я не оправдываю. Я говорю о том, что, значит, если уж говорить о свидетельских показаниях, то нужно брать свидетельские показания, которые заслуживают доверия, а не вот эти вот россказни бухих зэков. Это, во-первых. Во-вторых, сама эта война преступления. Сама война сама по себе преступна. То есть Россия совершает агрессию против соседнего государства без всяких на то оснований. Ну, а какие могут быть основания для того, чтобы напасть на соседнюю страну? Это сама по себе война преступна. И то, что ЧВК Вагнер приняло вот такое активное участие в этой войне, это само по себе уже считается, как, на мой взгляд, это соучастие в преступлении. Тут нужно исходить или мы строим демократическое, прогрессивное общество, а в нем никуда не денешься. Нужно даже к негодяю относиться в этом смысле, уважая его права. Здесь нужно все-таки более тщательно. Ну, а то, что вы там еще говорили о том, что там отрезают гениталии, вот эти вот ролики, ну, уроды, уроды, они действительно, вот эти вот люди должны провести остаток своих дней в одиночной камере. Заметьте, я говорю остаток своих дней в одиночной камере. Я не призываю их убивать на месте. Именно в одиночной камере, да, это уроды, это негодяи, это мерзавцы, извращенцы какие-то. Но, опять же, у них что там, бэджик, что ли, был обозначен? Я боец Чеваковагна? Там же нет никаких доказательств прямых о том, что это были... Плакался там зэк о том, что он накопил там золотишко, да, на мародерил, да. Ну, как только узнал, ну, им объявили, что при выходе из зоны боевых действий их будут всегда отсматривать. Если у кого-то что-нибудь найдут, то сделают ему голову мягче живота. Ну, это вообще-то свидетельствует в пользу того, что служба безопасности, и руководство, соответственно, ЧВК Вагнер, они против таких проявлений боролись. Ну, в таком вот неказистом виде, но боролись. А что вы думаете насчет нынешней судьбы Пригожина и Уткина? Действительно их устранили? И мятеж? Это было какое-то спланированное действие? Или Пригожин действительно хотел устранить Путина? Да, я понимаю, о чем вы. Тут, знаете, до сих пор нет никаких прямых доказательств участия, непосредственного участия того, что это было осуществлено напрямую по распоряжению президента страны, каких-то структур государственных, российских. до сих пор мы не знаем результатов расследования. Допускаю, вполне возможно. Конечно, он как бы сильно задел Путина. Естественно, Путина как-то его вот такая выходка, она его задела, он оскорбился. Тем более, что он продемонстрировал всю слабость в этом отношении самой системы. Он подходил вплотную, подошел к Москве и никто не дернулся. Вот все готовы были принять эту ситуацию. Там все же попрятались по норам. Все вот это окружение, все вот эти вот, там даже пропагандисты заткнулись. Все, замолкли. То есть он обнажил сущность этой системы, при которой, если такая вот серьезная угроза возникнет, они все по щелям, по норам попрячутся, а потом будут друг на друга валить вину. Естественно, это задело, да, мог и президент. Ну, а что это было? Почему он не дошел до конца, а развернулся? Зачем это все было начинать? Он был подвержен время от времени воздействию своего эго, которое брало над ним вверх, вот переполняло его. То же самое с ним случилось в 2018 году, 8 февраля, когда мы по его приказу и под непосредственным командованием Уткина пошли захватывать завод коника на восточном берегу Ефрата. Несмотря на то, что при таком тщательном, вдумчивом анализе обстановки, ситуации, любой бы нормальный человек на месте, который бы познакомился и пощупал эту ситуацию, он бы пришел к выводу, что этого делать нельзя. Ну вот Пригожин уверился в том, что нормально у него это получится, но просто его распирало. Вот это эго, оно подавило всякую способность к рациональному осмыслению действительности. Он в результате воздействия этого эго оторвался от реалии. Он даже не поставил себе целью вот у него был один источник информации, он ему в уши напел, что все будет хорошо в нем. А по другим направлениям он ситуацию не пробивал. Я это знаю, потому что, во-первых, я был в командном звене, я был и на совещании, где давали, где уже приказ практически боевой был озвучен. И потом, после всего, когда все это закончилось, на этом совещании был по результатам того, что случилось. Ну и потом у меня был доступ к определенной информации, когда я работал в офисе, потом я для себя проводил дознание в части вот этого инцидента. Да, я пришел к выводу, что он просто-напросто он поверил одному, а все остальные варианты он просто от всем. Он решил для себя, что все у него получится. В результате около ста погибших, разгромленные в общем в хлам два отряда, я командовал группой сирийцев, у меня было 75 человек охотников, из 75 человек я убитыми 23 потерял. Представляете, из 75 23 убитыми только, 25 раненых. Самому повезло, чудо просто вышло, легкое ранение в ногу, ну там пару маленьких осколков, можно считать так, царапиной отделался. Вагнер на вот этом совещании, которое произошло уже после того, как все случилось, он одним высказыванием он просто продемонстрировал свою сущность и кто он. Вагнер нашел себя в этом проявлении, он наемник был, он просто очень комфортно себя чувствовал, он в этом смысле счастливый человек был, вот мало кому в жизни удается обрести так себя, он как рыба в воде себя чувствовал, и он в этом короткой фразе мне просто сам себя выдал полностью, он говорит, так, сирийцы нас не поддержали, военные тоже попрятались в норы, вывод, не за тех воевали. Одно высказывание, одно выражение, вывод, не за тех воевали, да ему без разницы было, за кого воевать. Платите деньги. Хорошо, после всего, что вы рассказали, какая мотивация, как вы считаете, у россиян продолжать воевать на чужой территории? А вот это вот самая большая загадка. Понимаете, как мне думается, что объяснить это с точки зрения здравого смысла очень сложно. Я не понимаю, не могу, для меня, может быть, для человека какого-то другого склада характера для меня непостижимы те мотивы, которые побуждают вести, ну, кроме, конечно, тех, которые связаны с деньгами. Надо сразу обратить внимание приказы каких людей, кого они выполняют. Возьмем самые вершины президента, похотливый старичок разведенный, у которого любимая тема в последнее время, это порассуждать того о том, кто, с кем и как в постели. Человек, который за все время своего правления постоянно врет. Он врал о том, что не собирается менять конституцию. Он врал о том, что не собирается поднимать пенсионный возраст. Вот совсем недавно он очередной раз врал в своем обращении к федеральному собранию. Он опять там строил воздушные замки, раздавал обещания, все, но он врет. У него даже нету таких возможностей это делать. Человек, который создал вокруг себя такой вот конгломерат жуликов, воров, трусов, подхалимов. Достаточно вспомнить заседание этого Совета Безопасности накануне вторжения. Запуганные халуи сидят открыть рот от страха не могут. Просто по заведенному какому-то по тексту какому-то говорят, а Нарышкин вообще потерялся со страхом, не знал, куда себя деть. Вот это государственная система, вертикаль власти, которую он собрал. Вот министр обороны. Министр обороны человек, который с момента, когда он пробился на Мелкрату, это еще в молодые годы в Советском Союзе, там он стал комсомольским каким-то божаком-лидером, он с этого момента никогда не работал, он никогда не занимался бизнесом, но по уровню благосостояния ему могут позавидовать миллиардеры, как он живет. Он всегда всю свою жизнь был чиновником. Откуда такие такое состояние, откуда такие возможности финансовые у чиновника? Совершенно очевидно, что он постоянно, он использует государственный ресурс для личного обогащения. Это всем причем очевидно, включая всех остальных, все окружение, всю эту власть. Все это видят, ребята, вы исполняете их приказы, неужели вам непонятно, что эти люди, они по природе своей не способны вести справедливые войны, они как бы не предназначены для этого вообще-то. Неужели непонятно этого? Выполняете, вы выполняете их приказы. Мобилизованные, пошли, мобилизовали их, потом оказалось, что их просто развели. Все, они самая бесправная категория военнослужащих, которые участвуют в этой войне. Все, они до самого конца войны. Остальные могут, свой контракт завершили и все, могут спокойно отбыть домой. Зэки даже полгода пробыл и все, пошел со справкой об освобождении, с листом амнистии, пошел опять творить преступление на новые строка. А эти мобилизованные остаются. А их жен, ну, те, которые действительно проявляют активность, подвергают оскорблениям, шантажу, угрозам, совсем немного времени пройдет и, как бы, все, и то же самое начнут дубинками колотить. Наемники, как бы, это такая отдельная статья. Я недавно, ну, на днях, под впечатлением от похорон Навального одному из своих знакомых отправил сообщение, такого провокционного, конечно, характера, мол, посмотрел вот репортаж с похорон Навального, а где вы все были, когда хоронили первого и девятого, то есть Пригожина и Уткина, ну, попрятались по шляпу, ну, ладно, вы там можете сказать, что вы там находились на переднем крае, да, на фронте, вот, ну, а все остальные там раненые, там, бывшие, сочувствующие, где они были, не способны к самоорганизации никакой, они то же самое загасились, то есть встроен только можете ходить, ну, там ответная отповедь, там, ну, там, его текстовое сообщение содержало все, там, досталось Европе, ну, конечно, основные, основные, как бы, острие было нацелено на меня, там все, и предатель я, и угроза меня повесить вверх ногами, ну, и в конце такой, чуть ли не выкрик, воззвание, слава России, но он при этом не придал значения, как бы, произнося эти тираду, он забрызгал ядовитой слюной экран смартфона, а может быть, айфона, вот, та Россия, за которую он ратует, она не в состоянии произвести этот смартфон и этот айфон, это недостижимое, так как для России осталось, он недостижимой мечтой, да, она могут, она в состоянии, вот сейчас, на данный момент, только каких, таких, как он, одержимых психопатов, которые прошли через войну, да, воспроизводить, ну, и танки, пушки, то есть то, что превратится, в конце концов, в бесполезный металлолом, будет уничтожен, сожжено, и то, что не даст никакой добавочной прибыли. Они сейчас, вот, пройдя через все эти метаворфозы, что с ними случилось, они переполнены разочарованием, злобой, вот, и готовы вылить эту злобу именно на тех, которых они, ну, воспринимают, как людей, не придерживающихся тех установок, которые им вбили в голову, с самого детства. Большая часть из них действительно ненавидят Путина, его окружение ненавидят, но тем самым они все равно исполняют их волю, то, что они хотят. все их потуги, все вот эти вот громкие воззвания, они практически сводятся к одному, что воюют-то за деньги. За деньги это единственная мотивация у всех. За деньги, вот, некоторые от безысходности, там, каких-то дальних сел и городов позабытых, там, позаброшенных, где нету работы, где нету никакого шанса заработать таких денег, они идут, да, от безысходности. Кто-то еще по причине того, что нужно ипотеку платить, там, какие-то кредиты гасить, зэки, понятно, по какой причине, ну, какой-то шанс вырваться на свободу раньше времени, вот, отвоевали свое, повезло, остался живой, вернулся, и опять через некоторое время сел, практически за то же самое, или ограбил, или убил. то есть мотивация только одна, деньги, ничего другой мотивации там нету. Каким вы видите исход этой войны? Исход этой войны, Путин ясно дал понять, что это будет война, при нем, пока он у власти, это будет бесконечная война. Все, готовьтесь, ребята, потому что он только лишь состояние войны может дальше протянуть. все это его способ выживания, способ удержаться у власти. Но, лично я считаю, что буквально в ближайшее время должны произойти определенные события, которые даже самым тупоголовым зэп-патриотам дадут определенную пищу для размышлений, которых натолкнут на какие-то мысли, что «ну, все, хватит уже, как-то нужно из этой сложной ситуации выходить». И надо все-таки завязывать с этим единоличным, слишком затянувшимся, 25-летним, по-моему, сейчас уже там, ну, почти 25-летним сроком правления этого президента, который утратил связь с реальностью, абсолютно живет своим коконем, своим пузырем, ему наплевать на то, что гибнут тысячи людей ежедневно, гибнут украинцы, гибнут россияне, вот, и ему наплевать на то, что он, ну, практически сейчас он какой вбил в Клинта мощнейший между двумя, практически, ну, двумя нациями, которые были, ну, в каком-то каком-то ни наестном сотрудничестве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова